Братья и сестры, сердечно приветствую всех вас словами «Мир вам!» Слава Господу за воскресный день! В Слове Божьем сказано слова Христа, «Там, где двое или трое собраны во имя Мое, там и я посреди них». И в этом благословение, когда мы собираемся вместе, мы собираемся во имя Господа нашего Иисуса Христа, и Он дает обещание, что Он посреди нас. Этого мы нигде не получим, когда мы дома, когда мы по интернету смотрим собрания, когда мы просто сами читаем Библию. Только здесь, когда мы собираемся в Доме Божьем, происходит удивительное действие Христа, Он посреди нас. Поэтому нам важно ценить собранием, приходить, быть вместе, быть в общении, вместе молиться, вместе прославлять Господа пением, и быть благодарными Господу за эту возможность. Не все сегодня имеют возможность так свободно собираться в Доме молитвы, где-то страдания, где-то война, где-то гонения, где-то запреты на то, чтобы христиане были вместе. Но Бог нам дает эту возможность. Нам надо быть благодарными Господу, Его благодарить и прославлять за это, и пользоваться этой возможностью. Пользоваться, приходя в Дом Божий, тогда, когда есть собрание. Давайте сейчас помолимся и попросим благословения. Наш Господь, мы благодарны Тебе за то, что в этом воскресном дне Ты благословил нас и даровал нам возможность собраться вместе. Мы благодарим Тебя за свободу, которую мы имеем. Мы благодарим Тебя за здание Дома молитвы, которые есть у нас. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам желание приходить сюда, собираться вместе, чтобы церковь Твоя могла поклониться Тебе и прославить Тебя. Мы благодарим Тебя за Твое спасение в Господе нашем Иисусе Христе. Благодарим Тебя за прощение грехов, за пролитую кровь. Благодарим Тебя за обетование вечности и небо, которое Ты даруешь нам. И мы сознаем, что нам так нужно и важно быть собраны вместе, чтобы поддерживать друг друга, питаться Твоим словом. И мы желаем прославить Тебя и в этом собрании. Благослови Господь нас, Духом Твоим святым, касайся сердец наших. Благослови братьев, которые будут говорить Твое Слово, хористов, которые будут петь Тебе. Всех нас, Господь, посети благодатью Твоею. Мы нуждаемся в том, чтобы Дух Твой святой объединил нас, чтобы Он прикасался к сердцам нашим. И наша особая молитва за тех, кто нуждается в примирении, покаянии. Господи, обратись и к ним сегодня через Слово Твое, чтобы те, кто нуждаются в спасении, могли обрести его сегодня здесь. Мы уповаем на Тебя, мы приносим Тебе нашу благодарность и просим Тебя, благослови нас в этом собрании. Аминь. Давайте все вместе споем и прославим Господа нашего общим пением. Милостью Божией Твоей я живу. И также прославим Бога. Милостью Божией Твоей я живу. Песня. ПЕСНЯ 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 В белых одеждах встретитесь мы. Твою любит Господа, Твою любит Господа, В белых одеждах встретитесь мы. Отсутящая, Светло и Слово, Христос за Бог уйдет. Твою любит Господа, Твою любит Господа, О битек Чуду его в сердце лей дотоп. Твою любит Господа, О битек Чуду его в сердце лей дотоп. Проходят годы, стареют люди, но улыбнитесь, звучат слова. В долю веков страна, в долю веков страна, готовы встретить вас с небеса. В долю веков страна, в долю веков страна, готовы встретить вас с небеса. Пожалуйста, садитесь, мы выслушаем пение хора. ПЕСНЯ 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 Даже тьма не сокроет меня, Господь поведет, поведет меня, рука Твоя, рука. Твоя. Нехорошо с зависимостей этой брать от Тебя и отдавать Тебе. От Твоего живительного света Твоим горам все тянется во мне. От Твоего живительного света Твоим горам все тянется во мне. Посеяв зерна, Ты же их взращаешь, И вся их жизнь из крохотных чудес. Ты меня сам всецело поглощаешь Потоками и душами с небес. Ты меня сам всецело поглощаешь Потоками и душами с небес. И я несу протянутых в ладонях Тебе Твои созревшие плоды. Прекрасные восточные благоволи Их аромат Тебе находишь Ты. Прекрасные восточные благоволи Их аромат Тебе находишь Ты. Прекрасные благоволи Их аромат Тебе Нехорошо в зависимости этой Сама отдачи этой на земле. Нет ничего прекраснее на свете Брать от Тебя и отдавать Тебе. Нет ничего прекраснее на свете Брать от Тебя и отдавать Тебе. Брать от Тебя и отдавать Тебя и отдавать Тебе. Брать от Тебя и отдавать 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 Теб Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Он успокаивает бурю, и они приплывают в Капернаум. Из 25 стиха мы будем начинать читать, пожалуйста, 25 стих. Написано так. «И найдя его на той стороне моря, сказали ему, Рави, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ, «Истинно, истинно говорю вам, Вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать свою Отец Бог». Эти люди пришли, и кажется, они хотят делать что-то хорошее. Они пришли и ищут Иисуса Христа, но Иисус Христос видит их сердце и говорит, «Вы меня не ищете, потому что я совершил чудо, но потому, что вы поели и насытились. Вы не хотите слышать о Царстве Небесном, вас не интересует Нагорняя проповедь, вы просто хотели еще покушать». Иисус начинает иметь диалог с этими людьми, и Он это начинает и говорит, «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий». К сожалению, они Его не поняли. Они не знали, что это такое. И как мы видим, в 28 стихе диалог продолжается. Давай, пожалуйста, все посмотрим. Написано так. «Итак, сказали Ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» Тоже, кажется, такой хороший вопрос. К Иисусу Христу спрашивают, что нам делать, чтобы делать Божьи дела? Не так ли, братья и сестры? Очень хороший вопрос. Может быть, эти люди думали, что, творя Божьи дела, это значит, что они могут свое чудо совершить, себе сделать хлеб, накормить себя, решить какие-то проблемы физические, истелить самих себя. Но Иисус, Он видит сердце человека, и Он продолжает говорить. «Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». Он говорит прямо, что им надо делать, что им надо делать, чтобы спастись, что им надо делать, чтобы решить самую важную проблему в их сердце, в их жизни. Они знали прекрасно, кто такой Иисус Христос в это время, он стал очень популярным, особенно в Капернауме. Это где он очень много учил, очень много чудес совершал. Но эти люди, они хотели, чтобы Бог их накормил, чтобы Иисус Христос их физически накормил. И так как никому не нравится оставаться с пустой тарелкой, они продолжают говорить с Иисусом Христом. И читая 30 стих, написано так. «На это сказали Ему, «Какое же Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебя? Что Ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне». Как написано, «Хлеб с неба дал им есть». «Хлеб с неба дал им есть». Эти люди, они хотели, чтобы Иисус Христос снова накормил их. Они вот к этому все идут. «А что Ты нам сделаешь?» Интересно, а эти же люди видели, какие великие чудеса Иисус Христос сделал и делает. Они прекрасно знали, кто Он такой был, что Он был великим человеком. А Иисус продолжает говорить им о самом важном, о том, что нетленное. И Он говорит так, в 32 стихе, Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть Тот, Который сходит с небес и дает жизнь миру». Иисус Христос продолжает, потому что видно, что люди что-то не поняли. Они продолжают как-то идти в эту сторону, «Ну дай нам хлеб, ну дай нам хлеб». И опять люди говорят дальше, смотрите, 34 стих. «На это сказали Ему, Господи, подай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им, «Я ясен хлеб жизни, приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели Меня, и не веруете». Читая отрывки в Священном Писании, особенно вот такие, нам нравится показывать, или мы часто показываем неверие этих людей, показываем скептисизм этих людей, показываем сомнения, или указываем на их сомнения, говорим, смотри, люди, они не верили, они не поняли, они не смотрели на Христа. Но, к сожалению, братья и сестры, люди такие же самые остались и сегодня. Люди такие же самые остались, они следуют за Христом, они идут за этим движением, которое может дать им духовную пищу. Но, к сожалению, они не берут духовную пищу. Они следуют из-за того, что они физически могли быть насыщены. Они приходят в собрание из-за друзей, из-за семьи, из-за каких-то программ или других мероприятий. Люди, к сожалению, не приходят сегодня на собрание, чтобы увидеть людей, которые раньше жили во тьме, жили под оков греха и тьмы, и сатаны, чтобы увидеть этих людей, которые мир сказал, вам уже конец, никто вам не поможет, никто вас не может спасти. Но Иисус, будучи верен и праведен, будучи силен спасти людей, останавливает таких людей. Он приводит их к Голгофе, Он очищает их от грехов, потому что Он их искупил, потому что мы Его творение. Почему мы следуем за Христом? Почему мы приходим в церковь? Почему мы молимся? Почему мы Библию читаем? Почему мы гимны поем? Неужели это из-за того, что у нас есть друзья, родственники, родители, которые так поступают? Или мы ходим на это место, чтобы... Потому что здесь русскоязычные люди, или мы пришли из бывшего Советского Союза, мы все здесь иммигранты, или дети иммигрантов. У нас есть похожее воспитание, похожие интересы. Мы, может быть, голосуем так и одинаково тоже. Или мы приходим сюда, чтобы услышать Евангелие, то, которое Иисус Христос говорил. Услышать то, что хочет Бог нам сказать сегодня. Иисус пришел проповедовать на эту землю Евангелие, а не хорошую жизнь. В этой главе он даже обращается к своим ученикам после этого диалога и спрашивает, и не хотите ли вы отойти от меня? Мы можем сделать вид, что мы спасены, мы можем сделать вид, что у нас все хорошо в нашей жизни, но только те, которые не только слушают Слово Иисуса Христа, но исполняют, наследуют Царство Небесное, они войдут в Новый Иерусалим, а те, которые будут просто иметь вид благочестия, а силы его отвергши, их не конец в озере Огненном. Так Библия говорит. Я слышал очень страшную статистику одного американского пастыря. Он сказал, что, чтобы считаться как постоянным посетителем церкви, надо приходить в церковь только раз в месяц, на одно служение. И из тех людей, которые считаются постоянным посетителем церкви, только 8% читают свою Библию, как минимум раз в неделю. 8%. И этот пастырь, он делает вывод, что многие люди, к сожалению, которые приходят в церквах, они приходят из-за культуры, из-за традиций. Им это интересно. Они в этом выросли. И так далее. Апостол Павел, он пишет филиппийцам, ибо для меня жизнь Христос, и смерть приобретение. Апостол Павел следовал за Христом не потому, что он хотел хорошую, долгую, здоровую жизнь, не потому, что он хотел почесть от людей, чтобы как-то ему вознесли его. Нет. Он следовал за Христом, потому что его жизнь была наполнена Духом Святым, потому что он смотрел на вечное, он думал о горнем, он думал, что будет после этой жизни. Вся наша жизнь, братья и сестры, это чтобы принести славу Богу. Апостол Павел знал, что это значит быть христианином. Он знал, что в то время, если ты будешь христианином, тебя будут гнать. И он был там, когда первого мученика предали в смерти, побили камнями. Он был один из тех, который ревностно преследовал христианин, получив разрешение даже идти в Дамаск. Но слава Богу, братья и сестры, что сам Бог может сделать так, чтобы я увидел мое грешное и жалкое и печальное состояние перед Богом. Как низко я упал перед Богом. И как сильно я нуждаюсь в его избавлении. Каким великим грешником я есть. Читая проповеди из деяния святых апостолов, каждый из них показывает на состояние человечества. Они говорят, покайтесь и обратитесь, веруйте в Евангелие, а если не покаетесь, погибнете. Я слышал одного проповедника несколько лет назад, и он сказал такую интересную мысль, что Иисус Христос, Он не в бизнесе, чтобы ориентовать наше сердце. Иисус Христос не интересуется, чтобы просто временно иметь access к твоему сердцу. Нет. Иисус Христос, Он в бизнесе, чтобы покупать твое сердце. И когда Он покупает твое сердце, Он делает полную перемену внутри. Он делает самый большой ремонт, Он делает самый большой... Он начинает все перестраивать, Он все переделывает, Он все вырывает, все стены, все картины, все-все, весь пол. Everything has to go. И начинает самую великую реконструкцию твоего сердца, которое мир однажды видел. Христос хочет, чтобы мы пришли к Нему и упали на колени и сказали, Господи, вытащи весь мусор, вытащи все, что не славит Твое имя, вытащи все, что держит меня в этом мире. Сними этот тяжелый груз, который я несу. Я больше не хочу жить так. Я устал. Я устал бороться. Я хочу быть на небе. Я хочу быть чтобы жизнь моя был Ты и смерть приобретение. В 54 стихе 6 главы Иоанна написано так. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя истина есть пища, и кровь моя истина есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне и я в нем. Братья и сестры, подходит время, чтобы мы помолились. И во время молитвы я бы хотел, чтобы мы каждый из нас посмотрели внутрь, посмотрели в наше сердце и спросили у себя, почему я следую за Христом? Или, может быть, я не следую за Христом, а просто делаю вид, что я здесь, что я иду за Богом. Может быть, даже я пользуюсь Священное Писание, чтобы оправдать мою жизнь, мою греховную безбожную жизнь или мне просто нравится культуру и традицию. Призываю вас, если ты находишься один из тех людей, прийти к Христу и покаяться, поменять свои взаимоотношения, не быть только следователем, чтобы физически быть насыщенным, а чтобы истинный хлеб, истинный, живой хлеб ты мог есть. А если ты один из тех, который действительно следует за Христом, воздай Богу слава. В 47 стихе написано так, истинно, истинно, говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Аминь. Помолимся. Очень небесно благодарю тебя и славлю за то, что ты пришел на эту землю, хлеб, посланный с небес, что в тебе, Господь, если мы веруем, если мы послушны тебе, Господь, исполняем твои заповеди, твои законы, Господь, что мы имеем в тебе жизнь вечную. Благодарю тебя, Господь, за то, что ты и спас меня и многих людей, что ты остановил нас, Господь, что ты показал нам, как мы нуждаемся в прощении, как мы нуждаемся в этой духовной пище. Помоги, Господь, и тем, которые, может, приходят сюда и не знают тебя как своего личного спасителя. Они, может быть, знают традиции хорошо, они, может быть, выросли в этой церкви. Господь, я прошу, чтобы ты всех их спас. Слава тебе, Господь, за каждого брата и сестру на этом месте. Благослови это служение в наше общение. Тебе слава в веки веков. Аминь. Тебе слава далеко, 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 за гранью небес, головы. Нам так нежно, прекрасно, нам так мило, не будет, наслаждаться в общении святых. Нам так нежно, прекрасно, отопило веков, наслаждаться в общении святых. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Диму Слово Божие, идет покаяние Это благодать Давайте мы все вместе встанем И споем о благодать Спасен тобой, я из пучины бед Мы будем петь И в это время будет материальное служение Мы споем один куплет на русском языке А потом будем петь на английском О, благодать спасен тобой Я исключили бед Ты в рот и чудом стал живой Иисус Восток Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дорога Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры сделал DimaTorzok Share with God's people who are in need. Practice hospitality. Bless those who persecute you. Bless and not curse. Rejoice with those who rejoice. Mourn with those who mourn. Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everybody. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Do not take revenge, my friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge. I will repay, says the Lord. On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Amen. 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 Здесь, на земле, где ты пока живешь, земных себе не собирай сокровищ, собою их на небо не возьмешь, а только по пусту талант зароешь. Где сокровище Твое, там без сердца ряда, каждый чашу со мной медом и ядом. Где сокровище Твое, там без сердца ряда, каждый чашу со мной медом и ядом. Тот богател, кто нес свой тяжкий крест, из-за богатства может быть спокоен. Его ни боль, ни ржавчина не съесть, и даже вор не украдет такое. Где сокровище Твое, там без сердца ряда, каждый чашу со мной медом и ядом. Где сокровище Твое, там без сердца ряда, каждый чашу со мной медом и ядом. Твое, там без сердца ряда, Твое, там без сердца ряда, Никак нельзя служить двум Господам, один загоняя, другому царства. Пока живешь, ты выбираешься, кому ты служишь Богу и богатству. Где сокровище Твое, там без сердца ряда, каждый чашу со мной медом и ядом. Где сокровище Твое, там без сердца ряда, каждый чашу со мной медом и ядом. Слава Богу. Одна из заповедей гласит «Не убей». Мы знаем, что в Новом Завете также Господь сказал нам «Ненавидящий брата своего» это то же самое, что человека-убийца. Мы знаем силу слов, как слова могут ободрять, поднимать и также наносить глубокие раны. Стихотворение называется «Каин», и его написала Галина Красненкова. И дай Бог, чтобы сегодня было нам такое напоминание, чтобы мы наблюдали, что мы говорим, и чтобы наши слова служили к миру, к назиданию, к радости. Погасло пламя жертвенных костров, Холодный пепел ветром взвился к небу, И юная земля впитала кровь, Кровь первой жертвы гордости и гневу. Сияло небо чисто синевой, Кричали птицы в необъятной сине. Первый убийца видел пред собой Ужасный плод слепой своей гордыни. Не содрогнулся каменной душой, Не вымолил божественную милость, А просто повернулся и пошел, Как будто ничего и не случилось. Но голос Божий грянул в ушине, Заставил повернуть его обратно. О, Каин! Каин! Ты ответствуй мне! Скажи мне, Где же брат твой, Авель? И вот она, Извечная война, Небесного и адского начала, Теперь душой владеет сатана, И горько речь пред Богом зазвучала. Нечистый дух Повсюду сеет тьму, И ослепленный тьмой Ответил Богу. Я разве Сторож Брату Моему? Вот здесь Моя, А здесь Его Дорога. Зачем же ты Позволил сатане Переступить порог в твою обитель? Вот голос крови вопиет ко мне, И буду я Судья тебе И мститель. Беги отсюда И забудь семью. Навек оставь отца и Еву, матерь. Беги от них, Я знак тебе даю, Чтоб помнил ты Об Авеле, Об брате, И о безумной гордости твоей, И о крови, Что по земле струится. Ты будешь жить спокойно Меж людей, Когда Спокойным Может быть Убийца. Прошли века. Уже не ведется счет Убийством И кровавым преступлениям. И по земным дорогам Кровь течет. И кажется, Не будет ей отмщения. Но с первых Человеческих эпох Сквозь бесконечный Лязг мечей и сабель Убийц Убийц К ответу Призывает Бог Скажи мне, Каин, Где же Брат твой Авель? В моих руках Оружию не быть, Но я о нем Сегодня вспомню Снова. Могу ли я О Каине Забыть, Когда сильнее Меча Сражает Слово? Вот злобным Словом Замахнусь Порой Оно способно Многое Разрушить Но голос Божий Грянет Надо мной Остановись Не бей Чужую Душу Сорвется Слово Не вернется Вновь А сердце Человек Ведь не камень Изранишь Душу И за это Зло Ответишь Перед Господом Как Каин Гуляет Зло Свободно По земле И может Лечь У каждого Порога Но Бог Велел его Преодолеть Борись Со злом И уповай На Бога Аминь Аминь Я на жизнь Я на жизнь Радон Аминь Я на жизнь Рассчитывать не вправе, Смерть меня не раз себе звала. Чем же мне Тебя, Господь, прославить За Твои чудесные дела? Чем остать мне за Твои даяния, Я всегда перед Тобой в долгу. Прихожу к Тебе я с покаянием, Это все, что снилать я могу. Ты провел через огни годы, И хотя я истины не знал, Укрывал меня от небогады, От врагов меня берегал. Чем восстать мне за Твои даяния, Я всегда перед Тобой в долгу. Прихожу к Тебе я с покаянием, Это все, что снилать я могу. Тебе я с покаянием, Это все, что снилать я могу. Тебе я с покаянием, Это все, что снилать я могу. Я с тобою сиротою не был, Я с тобою не был одинок. Под Твоим голубок глазом небом, Ты мне дашь спокойный уголок. Чем восстать мне за Твои даяния, Я всегда перед Тобой в долгу. Прихожу к Тебе я с покаянием, Это все, что снилать я могу. Это все, что снилать я могу. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok слово Божие. Я немало слышал о вашей церкви, еще когда мы жили в Украине, но для нас это было, как мы поем, где-то там далеко. И у нас была своя жизнь, было свое служение, но мы слышали о вашей церкви, и потом в нашу страну пришла война, и потом мы расселись по всему лицу земли. Так случилось, что два года мы жили в Германии, наша семья тоже была разорвана, часть детей здесь жили, мы в Германии жили, часть семьи жила в Украине. И прошло два года, и мы задумались над тем, что если так будет продолжаться, мы так все время и останемся. Ну и по милости Божией, большая часть семьи, почти вся наша семья сейчас находится здесь. Как Господь поведет нас дальше, мы не знаем, но сегодня я имею возможность быть здесь среди вас. Я хочу предложить, братья и сестры, нашему вниманию один библейский текст, который записан в Евангелии Матфея, 4 глава с 1 по 11 стих. Это повествование об искушении Иисуса Христа в пустыне. Это будет темой моей сегодняшней проповеди. Предлагаю прочитать нам вместе. Евангелие Матфея, 4 глава, сначала. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения дьявола и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелам своим заповедуют о тебе и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногое твоею». Иисус сказал ему, «Написано также, не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славы их и говорит ему, «Все это дам тебе, если, Пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». И тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему». В следнее время, братья и сестры, мое внимание как-то особо привлекает книга Матфея. Мне она очень нравится, эта книга, по мере того, как я больше и больше углубляюсь в ее чтение, в ее исследование. Она хоть и относится к так называемым синоптическим Евангелиям, но все же в значительной мере она отличается от них в соответствии с тем замыслом, который автор положил в свою книгу. Матфей, задумывая свою книгу, он описывает жизнь и служение Иисуса Христа, подобно как и другие евангелисты. Но в его Евангелии Иисус Христос представляется нам как царь. Он пишет о царе. И это главная тема его книги «Царь и его царство». Если кратко, так сказать, одним предложением, это мы можем полностью характеризовать книгу Матфея «Царь и его царство». В своей книге Матфей много раз употребляет эти слова. Например, слово «Царь» употребляет 22 раза, слово «Царство» 55 раз, относительно «Царства Божьего» 51 раз. И еще есть одно выражение, которое употребляет только Матфей, когда он говорит о Божьем Царстве. Братья и сестры, что это за выражение? Как Матфей называет Божье Царство? Только Матфей так называет. Он называет его Царство Небесное. И он делает это в своей книге 32 раза. Так что это может быть такая маленькая подсказочка для нас, братья и сестры. Но выражаясь современным языком, может быть, больше это английский язык. К нам это тоже слова начали приходить. Это такой библейский лайфхак, что ли. Если вы по какой-то причине пропустили место Писания или книгу, из которой читает проповедник, но вдруг слышите в тексте выражение «Царство Небесное», вы можете быть на 100% уверены, что отчитается из книги Матфея. Больше никто из евангелистов, никто из авторов Нового Завета не употребляет это выражение. Это выражение только Матфея. Итак, книга о царе и его царстве. И эта главная тема, она как бы вплетена в структуру всей книги Матфея. Когда Матфей пишет свою книгу, он разделяет ее на части. И у него есть главная часть, которая начинается с 23 стиха 4 главы и заканчивается 25 главой. Это главная часть его книги. И в этой главной части своей книги Матфей повествует нам о жизни и служении Иисуса Христа. Но строит он свою книгу так, что он четко делит ее на 5 частей. И эти 5 частей – это длинные речи Иисуса Христа. Мы знаем его длинную речь, это Нагорная проповедь, потом 10 глава, 13 глава, 18 глава, 24-я, 25 главы. Это все длинные речи Иисуса Христа. И вы можете сказать или спросить, ну а почем мы можем знать, что действительно это замысел автора? И автор оставляет нам один так называемый маркер, текстовый маркер. Каждая длинная речь Иисуса Христа заканчивается одними и теми же словами, когда Иисус окончил. Все длинные речи Иисуса Христа, они только такими словами заканчиваются. И это есть как бы знак от автора, что он именно так замыслял свою книгу. Между этими длинными речами автор повествует о служении Иисуса Христа как царя. Но перед главной частью у Матфея сравнительно длинное вступление. Есть библейские книги, у которых нет вступления, но у Матфея длинное вступление или лучше бы, наверное, сказать пролог. И здесь, во вступлении, в этом прологе, он пишет о пришествии царя в этот мир. Поскольку его книга о царе и его царстве, он пишет о происхождении царя, он пишет о его рождении, именно как царя. Он пишет о поклонении мудрецов ему. Он также пишет об искушении Иисуса Христа. И заканчивает он свою книгу эпилогом. Последние главы, они повествуют о том, как отверженный царь уходит с этой земли. Это если кратко, братья и сестры, говорить о структуре этой книги, о теме этой книги. Тревог, который мы с вами прочитали, он находится в конце вступительной части, в конце вступления. Иисус Христос находится в пустыне, и Он находится уже прямо перед выходом на служение. Он прямо стоит перед тем, как Он будет идти к этому народу и служить Ему. И когда мы внимательно читаем вступление, когда мы внимательно читаем этот пролог, мы находим, что автор, то есть Матфей, описывая события, связанные с рождением Иисуса Христа, описывая его как царя, который был обещанный Богом народу своему и который пришел в этот мир, он описывает его не только еще как царя, но в Евангелии Матфея Иисус Христос пред нами предстает еще и как Сын. Это Божий Сын. И он повествует о чудесном зачатии. Он говорит, что этот Сын, он не родился, как родился обычный человек. Его зачатие произошло от Духа Святого, поэтому это Божий Сын. И во вступлении Матфей семь раз называет Иисуса Христа Сыном Божиим. И два раза в той части, в которой мы с вами прочитали, именно в этом тексте, в тексте, где Иисус Христос был искушаем дьяволом. И прежде, братья и сестры, чем приступить непосредственно к этому отрывку, я еще хочу обратить наше внимание на одну важную деталь. Если мы не скажем об этом, для нас не будет полная картина, почему Иисус Христос стоял в пустыне, почему Он был там искушаем. Мы читаем в Писании, братья и сестры, что у Бога еще есть Сын. И этот Сын – это Израиль. Мы читаем в книге «Исход», 4 глава, 22-23 стихи. И Бог говорит, «И скажи фараону, так говорит Господь, Израиль есть Сын Мой, Первенец Мой. Я говорю тебе, отпусти Сына Моего». Итак, братья и сестры, когда мы посмотрим на вступление, мы можем посмотреть, что Матфей, он, описывая Иисуса Христа как Сына, он вроде бы как параллель проводит, параллель с тем Сыном, первым Сыном, который есть у Господа, этот Сын – Израиль. И он как бы две параллельные личности ставит. Посмотрите, когда он описывает рождение Иисуса Христа, он цитирует пророка и говорит, что «из Египта вызвал я Сына Моего». Но когда мы читаем в книге пророка Осия об этом, это пророчество точно, или, вернее, даже не пророчество, это текст, он точно относился к народу Израиля. Бог говорит, что он, когда Израиль был юн, Бог из Египта вызвал своего Сына. Но Матфей здесь применяет это к Иисусу Христу. Израиль был в Египте, Иисус Христос был в Египте. Израиль выведен из Египта, Иисус Христос тоже вызван из Египта. Мы знаем, что Израиль находился в пустыне, Иисус Христос тоже находится в пустыне. И вот эти две параллели, они как бы прослеживаются в Евангелии Матфея. И мы знаем, братья и сестры, что, к сожалению, Сын Израиль не всегда был послушен Богу Господу. Мы знаем, что израильтяне допускали грехи в свою жизнь. И мы знаем, что когда Господь вывел их и повел в пустыню, и в книге Второзакония 8 глава написано, что Бог повел народ израильский в пустыню именно для того, чтобы испытать его, чтобы смирить его, чтобы посмотреть, что в сердце у него. В этом заключалась цель его нахождения в пустыне. Бог не просто так причинял трудности народу своему. Бог не просто так вел этот народ через трудные обстоятельства. У Господа была своя цель. И эта цель заключалась в том, что Господь хотел испытать этот народ. Будет ли он верен Господу? Будет ли он послушен Ему? И, к сожалению, по той причине, что народ Израиля не всегда был послушен Господу, по той причине пришел другой Сын. Поэтому Матфей пишет о Сыне Иисусе Христе. Этот Сын пришел для того, чтобы спасти этот народ. И в 1 главе, в 21 стихе Матфей так и говорит, что родит же Сына, и наречусь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их. Некоторые переводы переводят здесь людей своих, но если мы точно переведем и точно прочитаем с греческого, там написано «свой народ от его грехов». Там стоит слово «лаос», что обозначает народ, и практически всегда относится к избранному Богу народу. И поэтому Матфей, он как бы в самом начале говорит, о чем будет его книга. В его книге Мессия, царь, это тот царь, который пришел спасти свой народ, который пришел помиловать свой народ, который пришел пострадать за свой народ. И эту тему Матфей несколько раз повторяет в своей книге. Только Матфей, например, говорит о том, что Иисус Христос послан к погибшим овцам дома Израилева. Есть и другие, там некоторые штрихи, по которым мы можем посмотреть, как Матфей замыслил свою книгу. И вот перед нами, братья и сестры, Иисус Христос. И мы прочитали с вами, что Духом Святым он был поведен в пустыню. Знаете, друзья, я вроде бы и много раз читал Библию, вроде и много раз читал это местописание, и вроде бы все время как-то я помнил, что Дух Святой повел Иисуса Христа в пустыню. Это все как-то отложилось у меня. Но сравнительно недавно я как бы по-новому открыл для себя, а для чего Дух Святой повел Иисуса Христа в пустыню. Мне как-то все время, ну, так как-то у меня складывалось, что Дух Святой повел Иисуса Христа в пустыню, Иисус Христос там находился, и когда Иисус Христос там находился, дьявол подошел к нему и начал искушать. Но когда мы внимательно читаем текст, мы находим, что Дух Святой именно для этого повел Иисуса Христа в пустыню. И мы читаем, братья и сестры, что Иисус Христос там находился 40 дней без пищи. Так как и народ Израиля, который вышел в Египет, перед ними были только камни, позади остался Египет, позади Черное море, позади отрезанная часть их жизни, впереди перед ними только пустыня и камни. И вот в такой же ситуации оказался Иисус Христос. Иисус Христос стоит в пустыне. 40 дней Он не принимает пищи. И написано, что Он напоследок залкал. Итак, братья и сестры, я хочу, чтобы мы обратили внимание теперь непосредственно на сам текст, где написано об искушении Иисуса Христа. Первое искушение мы находим в третьем стихе. Написано так, «И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Я не знаю, братья и сестры, многие ли из нас испытывали голод в своей жизни? Ну, не тот голод, который бывает у нас, знаете, что еще час или два до следующего приема пищи. Я не об этом голоде. А тот голод, когда ты утром встаешь, вечером ложишься, хочешь кушать, а есть нечего. Знаете, когда-то мне рассказывали старшие люди, бабушка моя рассказывала, в стране был голод, большой голод. Люди умирали десятками, сотнями, тысячами. Я знаю, что многие люди пережили этот голод. Я помню, мы немножко даже что-то подобное в своей жизни пережили. Я помню, лет 25-30 назад, кто помнит эти 90-е годы, было тяжелое время. Я помню, развалился союз, мы ходили на работу, работали, но зарплату нам не платили. Если платили, может быть, раз в год. И надо было ходить на работу, по-другому мы как-то не мыслили. Надо было работать. В конце года зарплату дадут, ну и причем даже не деньгами, а товаром. Это в лучшем случае, если так дадут. Но дадут не только тебе. Всем дадут товаром. И этот товар надо где-то реализовать, как-то его продать, чтобы выручить деньги для семьи, а семью надо содержать. У нас в то время их же было где-то, наверное, четверо детей. Их надо все равно целый год, каждый день, корнить, одевать, лечить. Ну и все, что с этим связано. И я знаю, я помню, братья и сестры, мы нередко, наверное, в то время ложились с женой спать вот так, похлебав только такого, знаете, жиденького супа. Я помню хорошо это время. И я помню, были такие случаи, когда вот, ну, даже хлеба не всегда можешь купить. Я помню, братья и сестры, моменты, когда к нам кто-то приходил и проносил вот, ну, белый хлеб, плетенку белую. Ну, для нас это как праздник был. Вы знаете, я вот даже по себе смотрю, и у меня дети некоторые говорят, папа, посмотри, вот это, наверное, от того времени у нас осталось. Мы до сих пор, если кушаем хлеб, и даже уже ты вроде бы и не хочешь есть, но все равно ты не можешь уставить этот кусочек хлеба недоеденным. То что-то, наверное, что осталось на всю жизнь. Братья и сестры, испытывать голод – это ужасно. И когда народ Израиля оказался в пустыне, перед ним только камни и песок, и больше нечего есть, а у них дети, у них скот, они сами, жены ихни, они оказались в трудных обстоятельствах. Им непросто было это все переносить. Иисус Христос тоже оказался в таких обстоятельствах. Мы считаем, он 40 дней находился в голоде. Он в посте находился, потом он, наконец, взалкал. И когда мы читаем об Иисусе Христе, братья и сестры, я вот смотрю, что дьявол подошел к нему именно в тот момент, когда Иисус Христос ослабел физически. Когда человек долго не употребляет пищи, он слабеет физически. И это лучшее время для искушения, потому что когда человек слабеет физически, у него как-то теряется способность преодолевать искушения. И к нему подходит дьявол. И он говорит ему, первое, как он обращается к нему, он говорит, ну ты же Сын Божий. Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни с ней сделались хлебами. Ты же можешь это сделать. Ты же Божий Сын. Тебе же все это подвластно. Если ты не можешь это сделать, значит, ты не Божий Сын. Но если ты Божий Сын, ты обязательно можешь это сделать. Братья и сестры, мог дьявол сделать камни хлебами? Конечно, мог. Для него это не составляло трудностей. Но главное ведь в искушении не то, чтобы Иисус Христос сделал камни хлебами. Главная задача Иисуса Христа устоять в искушении не в этом была. Главная задача, она заключалась в том, что если Иисус Христос сделает камни хлебами, Он проявит непослушание Отцу. Он будет непослушен Отцу. Он исполнит волю дьявола, а не волю Отца. Он поступит точно так, как народ в пустыне. И этим воспользуется дьявол. А задача дьявола воспрепятствовать Иисусу Христу пойти на крест, воспрепятствовать спасти этот народ, ради спасения которого пришел Господь Иисус Христос. И когда дьявол подошел с этим искушением к Иисусу Христу, мы читаем, братья и сестры, что Иисус Христос остается полным доверия своему Отцу. Он ни капельки не усомнился в том, что жизнь человека зависит от слова Божия. Да, если мы не будем употреблять хлеб, мы все умрем, Иисус Христос точно такой же участи был подвержен. Но Он четко понимает, Он окончательно верит, Он твердо верит в то, что Он находится под защитой и охраной Божией. Он знает, что жизнь человека в значительно большей степени и мере зависит от Божьего слова, а не только от физического хлеба. Он знает, что, как Господь дал Израилю хлеб в пустыне, и сегодня брат первый читал тоже об этом. Бог также силен и Его накормить, и Ему дать хлеб. И в первом искушении мы знаем, что Иисус Христос выходит победителем. Дальше дьявол берет Его, Он не оставляет Его, и Иисус Христос был написан, поведен дьяволом в святой город Иерусалим. Это пятый и шестой стихи. И дьявол ставит Его на крылья храма и говорит Ему, «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом Своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». В повествовании Матфея, братья и сестры, в следующем есть искушение, когда Иисус Христос стоит на крыльях храма. Крыло храма – это верхняя часть храма. Храм Ир, который был к тому времени уже в значительной мере реконструирован, он именно вот этот фасад, переднюю часть храма, он увеличил и в значительной степени он поднял ее в высоту. В то время она была где-то около 100 локтей. Это приблизительно 50 метров. Это выше, чем храм Соломона был. 50 метров, я не знаю, как здесь в Америке, это с чем сравнить. В Украине это приблизительно высота 16-этажного здания. Я помню, мой дядя жил когда-то в Киеве на 16-м этаже. И однажды мы забрались на крышу, подошли к краю, и вот так я помню, мы стояли на самом краю этого здания. Вы знаете, братья и сестры, ну, такое ощущение, люди как карлики. Они такие маленькие, маленькие машины, там как-то кипит жизнь, но ты где-то там, в другом месте, ты там на высоте. И вот так весь стоит съежившись, стоишь, потому что понимаешь, одно неосторожное движение, и все, на этом конец. Вот приблизительно на такой высоте стоит Иисус Христос, и дьявол говорит ему опять, но ты же сын Божий. Если ты сын Божий, то ты имеешь обетование отца. И дальше он цитирует вот этот 90-й Псалом. Он говорит, что ангелам своим заповедуют о тебе, поэтому ты можешь броситься вниз. Ты просто будешь парить над землей, ты будешь плавненько спускаться, Отец на руках будет нести тебя. Ты же его сын. И вот, когда мы читаем об этом, братья и сестры, ответ Иисуса Христа опять отсылает нас к книгу Второзакония. Опять Иисус Христос говорит ему цитату из книги Второзакония, не искушай Господа Бога твоего. Это шестая глава. И цитата, это место, в которое цитирует Иисус Христос, оно звучит так, оно звучит так, что Иисус Христос цитирует место, где написано, что не искушайте Господа Бога твоего, как вы искушали Его в массе. И в массе произошло то событие, братья и сестры, и мы читаем об этом. Это 17 глава книги Исход. Там написано, что когда народ и все общество сынов Израилевых двинулось из пустыни Син по повелению Господнему, а расположилось в стану Мерфидиму, там не было пить воды народу. И народ роптал на Моисея, народ роптал на Господа. И Моисей возобил Господу и говорит, Господи, еще немного этот народ побьет меня камнями. И я прочитаю только 7 стих. После этого нарек место тому имя Маса и Мерива по причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет. Да, братья и сестры, если Иисус Христос бросился бы вниз, Отец обязательно бы защитил своего сына. Но Иисус Христос понимает, что это было бы искушением Господа, потому что в этом не было необходимости. Сын полностью доверяет Отцу. Он точно знает, что его жизнь в руках Отца. И поэтому дьявол тоже уходит опять от него ни с чем. И дальше мы сталкиваемся сталкиваемся с третьим окончательным искушением Иисуса Христа. Это было кульминацией всего искушения Иисуса Христа дьяволом. И мы читаем, что дьявол берет Иисуса Христа на весьма высокую гору, показывает ему все царства мира и славы их, и предлагает их Христу в обмен на поклонение. Матфей, когда пишет об этом, он несколько в таком сокращенном варианте как бы пишет. И мы читаем чуть шире вариант в Евангелии Луки. И в Евангелии Луки написано, братья и сестры, это тоже четвертая глава, что дьявол, возведя его на высокую гору, показал ему все царства Вселенной в мгновение ока, и дальше он так сказал, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славой их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее». И так, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Итак, братья и сестры, перед нами очень интереснейший диалог. Стоит дьявол, написанно на весьма высокой горе. Показывает Иисусу Христу царство мира. Я не знаю, не представляю, как это могло быть, как в мгновении времени дьявол мог показать Иисусу Христу все царства мира. Оно так написано, братья и сестры. И он показывает Иисусу Христу эти царства, всю славу их показывает, и говорит, «Она мне принадлежит. Я управляю ими, но я могу тебе это дать». Вы знаете, в сказках иногда говорят так, что до половины царства. Даже библейские рассказы, вспомните, дочь Иродиада плясала, угодила Ироду, и он говорит, «До полцарства дам тебе». Дьявол предлагает Иисусу Христу не полцарства, он предлагает ему все царство. Он предлагает и говорит ему, «Я дам тебе всю свою власть. Поклонись мне, и все будет твое». Братья и сестры, и когда мы внимательно смотрим на ответ Иисуса Христа, Иисус Христос впервые обращается к дьяволу с небиблейским ответом. И он говорит ему, «Отойди от меня, Сатана». Это короткая фраза, но это было решительное противостание Иисуса Христа дьяволу. Вроде бы заманчивое предложение, но это настолько коварное предложение. Да, дьявол предлагает Иисусу Христу получить власть над всеми царствами из его рук. Не надо идти на Голгофу, не надо страдать. Вся власть будет принадлежать ему. Но и условия очень такое, я бы сказал, циничные. То, что требует дьявол, оно касается самой сути Божьего Завета с его народом. И суть всего этого Завета заключалась в том, друзья дорогие, что у Бога есть один народ, у народа есть один Бог. И в этом был их союз. У народа не должно быть других Богов. Они не должны поклоняться другим Богам. Только одному Богу поклоняйся, и ему одному служи. И то, что предложил ему дьявол, он предложил нарушить этот Завет. Он предложил, чтобы он не Богу поклонился, но чтобы он поклонился ему, дьяволу. Мы знаем, братья и сестры, в истории народа израильского, что Бог наказывал народ Израиля за то, что они не всегда поклонялись Господу, за то, что они поклонялись идолам. И то, что требовал теперь дьявол от Иисуса Христа, он точно так хотел, чтобы Иисус Христос поклонился не Богу, а поклонился Ему. Братья и сестры, мы будем сейчас молиться. Но перед молитвой я хотел бы обратить наше внимание или как-то заострить наше внимание на двух вещах, на двух мыслях. Братья и сестры, благодаря тому, что Иисус Христос смог устоять, благодаря тому, что Он смог победить дьявола, Он дальше мог совершить дело искупления. Стоило Иисусу Христу только один раз ослушаться Отца. Стоило Иисусу Христу только один раз где-то проявить непослушание, в чем-то согрешить. И Он не смог бы уже умереть за грехи всего мира. Он не смог бы совершить дело спасения и дело искупления человечества. Поэтому дьявол бросает все, все свои способности, все свои силы, всю свою власть. У него богатейший опыт искушения людей на протяжении тысячелетий. Многих, всех людей Он искусил. Писание говорит, все согрешили, лишены славы Божией. Нет ни одного человека, который бы устоял перед Ним. И вот Он и Иисус Христос. И Он опять все свои усилия прилагает к тому, чтобы искусить Иисуса Христа. Иисус Христос это тоже понимает. Иисус Христос прекрасно понимает, какой вызов перед Ним стоит. Он прекрасно понимает, почему Он должен устоять в этом искушении. И Иисус Христос, братья и сестры, Он устоял. Знал ли дьявол цель прихода Иисуса Христа на эту землю? Конечно же, знал. И потому что Он знал цель прихода Иисуса Христа, поэтому Он и искушал Его. Сначала Он предлагает одно искушение, потом Он предлагает второе искушение, потом Он предлагает кульминационное, третье искушение. Если Он думает так, Иисус Христос устоял в первых двух, перед властью вряд ли кто устоит. И Он говорит, я не полцарства, я все тебе отдам, всю власть отдам, ты только поклонись. И мы читаем, братья и сестры, в книге Матфея, вот когда читаешь, изучаешь эту книгу, насколько красиво Матфей описывает, и как он выделяет послушание Иисуса Христа. Перед служением Иисус Христос испытывается. Дьявол искушает Его, но Иисус Христос устоял. Дьявол предлагает Ему царство. Иисус Христос отказывается принять царство из рук дьявола. И мы читаем конец книги. Мы видим, опять Иисус Христос стоит на горе, перед Ним ученики. Но Иисус Христос говорит, братья и сестры, дана Мне всякая власть на небе и на земле. Иисус Христос получил эту власть, но Он получил ее из рук любящего Отца. Он получил его из рук того, кто сказал, сей я Сын Мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Из Его рук Он получил эту власть. Он не получил эту власть из рук дьявола. Он устоял. Он совершил спасение, Он совершил искупление, друзья дорогие. И Он получил эту власть из рук Отца. И многие библейские тексты об этом говорят. Апостол Павел в послании к филиппийцам, он говорит во 2 главе, там 6 по 11 стихи, он говорит, что Иисус Христос уничижил себя, смирил себя, был послушен до смерти и смерти крестной, посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Братья и сестры, мы, может быть, можем подумать, Иисусу Христу легче было приносить искушение, Он же Бог. Но, друзья дорогие, Писание свидетельствует и везде повествует о том, что Иисус Христос никогда не пользовался своей божественной властью для того, чтобы как-то облегчить свои страдания или свой жизненный путь. Наоборот, мы читаем, что Иисус Христос, Он прошел весь путь испытаний и искушений. Апостол Павел так говорит в послании к Евреям, 5 глава, 8 стих, «Хотя он и сын, однако, страданиями на вых послушанию». Братья и сестры, Он выработал привычку в страданиях быть послушным своему Отцу. И благодаря тому, что Иисус Христос был послушен своему Отцу, Он смог совершить наше спасение. И еще одна мысль, друзья, и мы помолимся. Если мы истинные верующие, Писание говорит, что мы тоже сыны Божьи. Апостол Павел в послании Галатам, 3, 26, говорит, «Ибо все вы сыны Божьи по вере во Христа Иисуса». Сын Израиль был испытан. Сын Иисус Христос тоже был испытан. И всякий истинный Сын Божий, кто является таковым по вере во Христа Иисуса, Он тоже будет испытан. Поэтому, братья и сестры, мы проходим испытания. Не потому только, чтобы нам было трудно, а потому что, чтобы мы могли пройти это испытание, Бог хочет посмотреть, действительно ли мы верные Богу с сыны, действительно ли мы будем послушными Ему, действительно ли мы будем уподобляться Господу нашему Иисусу Христу. И я хочу, братья и сестры, сказать, что пример Сына Израиля, Он служит нам как бы образом того, что без Иисуса Христа мы не сможем никогда преодолеть испытания. Если мы будем надеяться только на себя, если мы будем надеяться на свои силы, мы никогда не сможем преодолеть искушения в своей жизни. Мы обязательно впадем в них. И поэтому я хочу, братья и сестры, чтобы у нас никогда в сердце не было никакого, может быть, такого или осуждения, или, может быть, уничижения какого-то народа израильского. Братья и сестры, мы точно такие же люди. Мы точно так же подвержены искушениям. И без Иисуса Христа мы точно так же упадем. Но благодаря тому, что Иисус Христос прошел и совершил наше искупление, сегодня мы, братья и сестры, как написано в послании к евреям, 2 глава, 18 стих, имеем помощь от Него, потому что, быв искушен, Он может искушаемым помочь. Мы будем молиться, братья и сестры, и мы поблагодарим Господа. Особенно я хочу, чтобы в наших молитвах, друзья, дорогие, мы всегда благодарили Господа нашего Иисуса Христа за спасение Его. Чтобы мы могли в наших молитвах, братья и сестры, благодарить Его за то, что Он совершил это спасение, что Он прошел этот трудный жизненный путь, устоял, был послушен Отцу, и совершил дело спасения, и искупление грешников. И мы, в том числе, братья и сестры, мы тоже спасены Иисусом Христом. Это Его милость, это Его заслуга. Сегодня Андрей Павлович говорил, что благодать – это то, что Бог нам дает. Да, это действительно то, что Бог нам дал, но это то, что совершил и Господь Иисус Христос для нас. И, братья и сестры, будем просить у Господа силы, когда мы попадаем в жизненное испытание, когда мы проходим различные-различные жизненные обстоятельства, чтобы мы могли иметь эту силу от Господа, быть послушными и верными Его. Нас ждет, братья и сестры, большое обетование. Великое обетование дал нам Господь. После земной жизни Иисус Христом был вознесен в славу Отца. Нам тоже дано это обетование. Мы поем в одной песне «Будем царствовать мы с Ним». Нас ждет прекрасная вечность, вечность с Иисусом Христом вместе с Ним. Но на этой земле мы проходим и через страдания. И да благословит нас Господь, чтобы жизнь наша была верной Иисусу Христу, чтобы по окончанию нашей земной жизни мы могли услышать от нашего Господа, будучи испытанными, «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина Твоему». Господу нашему да будет слава. Помолимся Ему. Аминь. Наш дорогой, возлюбленный Небесный Отец, мы благодарим Тебя сердечно за Господа нашего Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за то, что Твой Сын, а наш Спаситель Господь Иисус Христос, Он прошел этим путем испытаний. И Он устоял, Он не пал, но Он смог победить, Он смог дойти до Голгофа и совершить наше спасение. Слава Тебе! Мы благодарим Тебя сердечно за то, что сегодня и мы вошли в число спасенных людей. Мы благодарим Тебя за то, что и нас называешь Ты своими сыновьями, детьми своими. Слава Тебе! И мы, Господи, верим, что здесь, на этой земле, наша жизнь, она в Твоих руках. Ты печешься о нас, Ты ведешь нас, и каждого из нас Ты приведешь в свою славную небесную обитель. И я благодарю Тебя, Небесный Отец, за то, что и нас Ты ведешь, что и эту церковь Ты ведешь. И каждого, Господи, очи Твои обозревают над каждым. Я благодарю Тебя, Небесный Отец, за то, что посылая нам испытания, Ты посылаешь их с целью испытать нас. Ты в действительности хочешь проверить, какая наша вера. Действительно ли мы доверяем Тебе? Будем ли мы послушны Тебе, когда приходят трудные обстоятельства в нашей жизни? И я прошу Тебя, чтобы Ты и мне дал силы всегда смотреть на Тебя, черпать эту силу у Тебя. Я прошу Тебя, чтобы Ты благословил моих братьев и сестер, чтобы нам все вместе уповать на Тебя и ожидать того момента, ожидать того часа, когда мы встретимся с Тобою, и во веки веков будет там, в Твоем вечном царстве. Благодарим Тебя за все, за искупление, за спасение, за это собрание. Прими в волу и поклонение, Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Жизнь. 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 Сажив, чай, не пустые веки. В книгу жизни лишатся на веки, От Тебе все правда, человек. Ты есть не бой, старый путь, Не так будет, не так будет. Пусть Того жалуйся, И ты, Божий человек. Впереди небесный рай, И в учении наград, Проживи достойный бед, Ведь ты, Божий человек. Каждому на новом сене время Тот, кто лечит на добрый мир, Хорошо, да нам любое время, И на сене, Божий человек. Есть не бой, старый путь, Не так будет, не так будет. Пусть Того жалуйся, И ты, Божий человек. Впереди небесный рай, И в учении наград, Проживи достойный бед, Впереди небесный рай, Ты, Божий человек. Но верни в титула мы с вами, Тот, кто, конечно, выше всех. Сохранить преданции испытаний Этой звали Божий человек. Есть не бой, старый путь, Не так будет, не так будет. Вновь с тобой за мысль, Веки, Божий человек. Впереди небесный град, И врученье наград, Проживи достойно ты, Веки, Божий человек. В сентябре готовится миссионерский форум, такое общение для служения благовестия. И мы посмотрим сейчас видео, для того, чтобы побудить нас побывать вот на этом общении. Пожалуйста. Дорогие друзья, братья и сестры, мир вам! Мы хотим пригласить вас на миссионерский форум, который будет проходить 27-28 сентября в городе Такома, Церковь Преображения. Этот форум церквей евангельских христиан-баптистов Северо-Западного Объединения. Мы рады будем видеть вас. Однажды ночью в видении, это описано в 16 главе книги Деяний, муж македонянин явился апостолу Павлу и сказал слова «Приди и помоги нам». Господь положил и нам на сердце, чтобы это слово стало девизом нашего форума в 2024 году. «Приди и помоги». Вокруг нас живет очень много людей, которые никогда не слышали о Христе, которые не знают Его как своего личного Спасителя. Поэтому все мы объединены одним желанием прийти и помочь этим людям узнать о Господе и Иисусе Христе. На форум приглашены спикеры из Америки, Канады, из стран ближнего и дальнего зарубежья. Это будет прекрасное и благословенное общение, где вы сможете поделиться свидетельством, помолиться вместе, узнать много нового и интересного о том, что делает Господь, Его благодать на миссионерских полях по всему миру. Мы ждем вас в сентябре 27-28 числа в Церкви Преображения, город Токома на миссионерском форуме «Приди и помоги». Будьте благословенны! Бог да благословит, братья и сестры, это объявление, чтобы у нас появилось желание. Это для всех, для всех, кто заинтересован благовестием, миссионерским служением. Пожалуйста, вы можете отметить эту дату и побывать вот на этом служении, чтобы услышать, что делается и что можно делать. Я сделаю некоторое объявление перед тем, как мы закончим наше собрание, но вначале хочу сделать приятное объявление. Знаете, есть приятные объявления всегда, которые мы делаем, но это особо приятное, когда вот за братом молишься, 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 и тут вот Господь раз и решает этот вопрос. Это особо приятное объявление, которое мы делаем в Церкви. Радостное и приятное. Я хочу пригласить сюда брата Петя Сушко. Пожалуйста, брат, проходи сюда. Приятное объявление, правда? Радостное для всех нас. Проходи сюда, брат. И также хочу пригласить, чтобы сюда прошла сестра Мария Гукова. Пожалуйста, сестра, проходи. Братья и сестры, вот перед вами брат и сестра, которые принимают решение создать семью. И с сегодняшнего дня мы объявляем их женихом и невестой. Брат Петя, член нашей Церкви. Хочу представить также родителей. Брат Павел, сестра Раиса. Вот они здесь находятся. Слава Господу, приветствуем вас. Сестра Мария, она не с нашей Церкви. Ее родители находятся в России. Может быть, они смотрят наше служение. Мы также их приветствуем. Брат Александр и сестра Светлана. И хочу вам сказать, что мы рады за вас. Бог да благословит вас, ваше решение. Храните себя, готовьтесь, молитесь. И Бог да поможет вам создать хорошую христианскую семью. Приветствую вас. Давайте мы помолимся за это решение, которое они принимают сегодня. Господь, мы благодарны Тебе за то, что вот перед нами молодые люди, которые принимают это решение создать семью. Мы просим Твоего благословения и помощи, чтобы Ты пошел вместе с ними, чтобы Ты дал им мудрости, чтобы Ты показал и научил их, чтобы Ты подготовил их к этому дню. И наше желание, чтобы это была христианская семья, которая своей жизнью бы прославила Тебя. Благослови, Господь, храни их в чистоте. Пошли, Господь, им познание воли Твоей во всех вопросах. Благослови все, что нужно сделать в подготовке к бракосочетанию. Благодать Твоя да пребудет с ними. Тебе слава за все, наш Господь. Аминь.